Всем привет, ребята, меня зовут Богатейший Ди и добро пожаловать в новый выпуск. Как только я увидел эту новость, я сразу же понял, что мне нужно рассказать ее вам. В Европе раздается этот тревожный сигнал для всех криптовалютных холдеров. Кристин Лагард, это президент Европейского Центрального Банка, призывает к глобальной регуляции биткоина, заявляя, что цифровые валюты в некоторых случаях используются для отмывания денег и что все лазейки должны быть непременно закрыты. Я хочу показать вам весь этот клип, чтобы вы поняли полное содержание и услышали в ее голосе что-то вроде беспокойства или страха. Особенно в той части, когда она говорит о биткоине в 2021 году. А для того, чтобы вы имели полное представление о ее отношении к криптовалюте, я зачитаю отрывок из следующей статьи. Лагард была последовательно отстаивая необходимость международной регуляции криптовалют, утверждая, что в 2018 году их господство отчасти подпитывалось стадным эффектом среди тех, кто ищет высокоприбыльные финансовые активы. Что ж, отчасти это правда, люди действительно гнались за прибылью в конце 2017 и начале 2018, когда биткоин рос и, следовательно, участники рынка чувствовали синдром упущенной выгоды. Во время менее перегретого криптовалютного рынка в сентябре 2019 года ее тон стал более примирительным. Таким образом, она немного изменила свои взгляды. В то время Лагард говорила о необходимости смягчения потенциальных рисков от криптовалюты с помощью усиления регулирования с признанием потенциала для более широких социальных выгод от криптоинноваций. Короче говоря, она признала, что криптопространство имеет потенциальную выгоду для сообщества, но для этого ему нужно разрешить развиваться. Она начала понимать революцию и инновации, которые дает криптовалюта. Конечно, все мы знаем, что по-настоящему она заинтересована в создании европейского стейблкоина, призванного стать цифровым евро. Она предположила, что еврозоне понадобится вплоть до 4 лет, чтобы запустить цифровой евро. Это то, что лучше всего понимает правительство и центральные банки. Стейблкоины, цифровые доллары и евро только лишь упростят манипулирование простыми людьми через центральные банки, а также усилят их контроль над жизнями их же граждан. В отличие от, так сказать, народной валюты биткоина. В любом случае, около двух дней назад Кристин Лагард говорила о глобальном регулировании для биткоина, которое нужно неизбежно запускать. Причем по всему миру. Давайте послушаем ее. Озвучивать не буду, потому что здесь важна ее интонация. Вы поймете, когда увидите этот видеоотрывок. Я думаю, что это неизбежно запускать. some funny business and some interesting and totally reprehensible money laundering activity. I think that there are criminal investigations that have taken place that I'm sure will continue to take place that demonstrate it very clearly. And there has to be regulations and this has to be applied and agreed upon. It's a matter that needs to be agreed at a global level because if there is an escape, that escape will be used. So I think it needs to be, if anything, it shows that global cooperation, multilateral action is absolutely needed. Whether it's initiated by the G7, moved into the G20 and then enlarged, but it's something that needs to be addressed. And FATAF is clearly an organization that has expanded in that respect. Очень интересно. Непонятно, является ли это новость медвежий или бычий. Но сама Кристин Лагард как будто бы выглядит немного испуганной, как будто ей сказали текущую цену биткоина, а она запомнила его по 6000 долларов. Кристин Лагард как будто на грани, когда говорит о биткоине в 2021 году. Я думаю, что регулирование для биткоина неизбежно. Оно приближается, будет ли оно замечательным или нет. Но если вы хотите глобальное принятие, то регулирование центральных банков просто неизбежно. И скорее всего регулирование биткоина будет тесно связано и с судьбой тезера, который сейчас живет в судебных разбирательствах. Глобальное регулирование станет по-настоящему бычьей новостью для биткоина, если крупные деньги почувствуют безопасность и защищенность своих инвестиций в биткоин. В то же время в будущем это будет медвежьей новостью для большинства альткоинов. Не всех, но очень многих. Это не затронет только те альткоины, которые по-настоящему децентрализованы, либо же соответствуют нормам в глазах регуляторов. Ну а день расплаты других, вероятно, наступит вместе с регулированием биткоина. По крайней мере, мне так кажется. А что вы думаете по этому поводу, напишите в комментариях. А на этом все. Увидимся завтра в большом выпуске. И как всегда, ребята, ставьте лайки, мне очень приятно. А также подписывайтесь на канал, телеграмм, жмите колокольчик, чтобы не пропускать новые ролики. Комментируйте, делитесь видео с друзьями, обязательно. Богатейте. До скорого.